Здравствуйте! Вы смотрите Катунь Лайф в студии Владимир Токмаков и моя коллега Тата Геворгян. Здравствуйте! В Алтайском крае полным ходом идет уборочная кампания. Об этом сегодня и поговорим. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мария Михайловна Шостак, директор Алтайского филиала Центра оценки качества зерна. Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие гости! Здравствуйте! Первый вопрос, наверное, Николаю Сергеевичу, да? Да. Николай Сергеевич, общую характеристику нам, пожалуйста, расскажите, как идет уборка, в каких районах, на каком она сейчас этапе? Ну, прежде всего, уборка в этом году началась на две недели раньше обычного. Уборка набрала обороты, очень подчеркивает то, что проблем с материно-техническим обеспечением в хозяйствах нет. Уборка идет достаточно высокими темпами. Некоторые задержку оказывают в уборке, естественно, погодные условия. Вот выпавшие на прошлой неделе осадки, активно выпавшие осадки, в том числе и в степной зоне, и практически по всему Алтайскому краю, сдержали. Но при этом четыре дня текущей недели показывают на очень высокие темпы и подтверждают о том, что аграрии наши готовы, технически оснащены и могут добиваться максимальной темповой уборки даже выше, чем среднемноголетние и темпы прошлого года. Вы правильно заметили, что на сегодняшнюю дату по оперативной информации муниципальных районов мы можем сказать, что намолотили более 2 миллиона тонн, а точнее 2 миллиона 37 тысяч тонн. Уборка идет всего зернового клина, в том числе и зерновых, зернобобовых, которых уборка уже приблизится к 70% и выше. Высокие темпы уборки у нас сегодня на яровой пшенице. Мы убрали практически 40%. Намолотили яровой пшенице 800 тысяч тонн. Если брать, что дала пшеница в целом, то более 1 миллиона 200 вместе с озимой. 32 муниципальных района формируют темпы уборки выше, чем среднекраевые, то есть уже перешли 60% рубеж. А 4 района, такие как Зональный, Смоленский, Кытмановский, Топчихинский, идут с превышением скорости уборки, даже больше 70% убрали. Поэтому полагаем, что погодные условия играют нам на руку. И мы видим, что хозяйство достаточно стабильно справляется с поставленными перед ними природой. Она началась раньше все-таки, да, в этом году, насколько я знаю? Это связано, опять же, с погодными условиями или нет? Этот год, вегетационный период текущего года сформировал и начало посевной кампании, и начало периода созревания. Очень сильно было, конечно, сформировано именно из-за погодных условий. Но при этом выпавшие осадки в некоторой степени сегодня играют положительную роль на сахарной свекле. Идет сегодня активное формирование корнеплодов. Ну и налив осадки августа повлияли. Мы полагали, что будет зерно щуплое. И где-то боялись, что вот эти суховеи, которые сейчас опять в августе начинались у нас, в некоторой степени отразятся на качестве. Сегодня, слава богу, видим, что метрические показатели качества показываются, что они достаточно... Да, вот сейчас как раз мы подошли к Марии Михайловне о качестве зерна. Мария Михайловна, а что влияет на качество зерна в первую очередь? Чтобы оно было хорошее, качественное, и чтобы можно было его продать, не знаю, импортировать? Дорого продать. Да, дорого продать, скажем так. На качество зерна урожая, конечно, влияет очень много факторов. Во-первых, это семена, все агротехнические мероприятия, которые проводят сельхозтоваропроизводители наши. Ну и самый главный фактор – это погода. Каждый год, как говорят наши сельхозтоваропроизводители, это учебный, и мы это очень очевидно увидели в этом году. Что можно сказать именно о нашем алтайском урожае? Как вот он в этом году? Может ли что-то уже... Предварительное, конечно же, я расскажу. Да-да, конечно. Да-да-да, исследование. На сегодняшний день мы исследовали более 400 партий пшеницы алтайской озимой пшеницы. И что хотелось бы заметить, что она значительно лучше, чем в предыдущие годы. Мы увидели 90% продовольственной высококачественной пшеницы. 50 из них – это пшеница третьего класса, такого не было никогда. И всего 10% – это пшеница непродовольственных кондиций. На эти даты сентября, в прошлом году, мы обнаружили 25% пшеницы непродовольственной, и лишь 40% было пшеницы третьего класса. Ну, Николай, ну вот вы сразу поясните, а с чем это связано? Мы говорили, вот засуха-засуха, все боялись, что вообще урожая не будет. А тут вдруг выясняется, что как раз много солнца повлияло на то, что пшеница качественная получилась, да? Мы говорим про озимые сорта, и дружные озимые всходы в прошлом году были замечательны. Как мы вспомним зиму, которая у нас прошла, огромный снежный покров, и озимым сортам хватило нашего алтайского солнышка. Действительно, оно высокостекловидное, оно налилось замечательно, высокий натурный вес у него, и клейковина достигает до 36%. По озимым сортам это очень высокий показатель качества. Ну вот еще вопрос такой чисто дилетантский. Первая, вторая, третья класса, да? И еще есть не кормовая, да? Существует... Давайте вот в двух словах просто поясните, пожалуйста. Существует пять классов пшеницы. И если мы обращаемся к пятому классу, это зерно, по сути дела, кормовое. Кормовое, да. То есть зерно таких кондиций, которое не подошло никуда, и оно уже пятого класса. К сожалению, на эти этапы мониторинга, мы мониторим не только Алтайский край, но практически всю Сибирь, первого и второго класса мы не выявили. Да вы что? Если мы смотрим, это не страшно. Третий класс, это тоже высококлассная, хорошая пшеница. Дело в том, что у пшеницы есть 15 показателей. И если любой показатель не стыкуется в какую-то границу, зерно, соответственно, переходит уже в другой класс. И ввиду того, что у нас наше зерно бывает со стекловидностью чуть ниже 50, мы уже не можем его отнести, например, ко второму классу. Хотя в прошлом году, уже на последних этапах мониторинга, с восточной кулунды, с западной кулунды, мы выявили зерно пшеницы именно второго класса. Оно было и высокостекловидное, и высоконатурное, то есть отвечало всем-всем показателям. А куда это зерно идёт? Да. Первого, второго класса самое лучшее. На что? По сути, мы считаем, что зерно края и сибирское зерно, оно на самом деле самое лучшее, оно является улучшителем при составлении помольных партий пшеницы, при составлении крупяных партий. Это так оно и есть. И такое чудо. Сегодня мы обнаружили зерно из Усть-Калманского района. Уже начали исследовать твёрдую пшеницу и выявили пшеницу с кликовиной 37%, такого не было никогда, и белок 18%. То есть это действительно улучшитель. Да, да, да. Его будут подмешивать, и вот это зерно пойдёт на отличные алтайские макароны. Да. А, на макароны. Вот правильно. Твёрдая пшеница на макароны и мягко. Когда видишь на упаковке из улучшенных сортов зерна, это вот оно? Из твёрдых сортов. Из твёрдых сортов, да. Да, это как раз вот ПП, правильное питание, из твёрдых сортов. Может быть, не все понимают, Николай Сергеевич, но вот первый, второй, третий, да, вот мы всё время говорим, то есть на Алтае первый, второй класс вообще у нас выращиваться или нет? И так это ли важно? Или в принципе то, что у нас третье хорошего качества зерно, правильно, наверное, ответить на вопрос таким образом. Третий класс – это продовольственное зерно. Это хорошо. Это хорошо, да. Даже это отлично. Если клейковина 27-29, то это отличных липопекарных, мука получается отличных липопекарных качеств. А вот этот погоня за первым-вторым, я бы хотел сказать, что первый-второй класс, из него даже хлеб-то нельзя печь, потому что улучшитель. Как улучшитель, да. При формировании помольных партий необходимо улучшать. То есть нам, в принципе, это и не нужно. Потому что мы можем закупить… Нам все нужно. Ну, то, что у нас третьего класса, это не значит, что на троечку, да? Нет, нет, нет. Не значит, что это третий сорт, правильно? Это третий класс. Правильным показателем пшеницы и качества пшеницы является содержание белка. Для чего мы его, по сути дела, и выращиваем. Зерновые – это белок, одна из проблем. И поэтому содержание белка в наших пшеницах, пшеницах, получаемых в Алтайском крае, всегда высокое. И особенно это касается пшеницы и третьего, и четвертого класса, которая является хлебопекарной. Ну, я бы хотел сказать, что не это сегодня самое главное, а сегодня самое главное правильно… Вот я заметил в вашем вопросе, что мы говорили, что мы засуха, да? И, казалось бы, не было там зерна. Ничего подобного. Мы всегда говорили, что зерно у нас будет, потому что Алтайский край многогранен в своих, почему, климатических условиях. И в восточной зоне Алтайского края сельхозторопроизводителям в этом году удалось районами закончить уборку азимой пшеницы с урожайностью 43 центера с гектара. Поэтому осадки выпадали, осадки выпадали локально. Они сформировали на тех агрофонах, которые позволили максимально использовать природный потенциал, плюс тот потенциал сорта, который заложил селекционер, максимально формировали в этом году. Зональный район закончил урожайность по азимой пшенице 43 центера с гектара. Ну, это достаточно высокий потенциал. По Петропавловский район закончил уборку азимых с урожайностью 41 центера с гектара. Хороший, да, конечно. Это очень высокие показания. Но при этом нужно понимать, что засуха у нас очень сильно зверствовала и отразилась на плодородии почвы, на эффективном плодородии в тепной зоне Алтайского края. В этом году 4 района края – Табунский, Кулундинский, Славгородский и Ключевский – молотят сегодня урожайность менее 5 центера с гектара. Также можно сказать о таких районах, как Михайловка, Углы, Бурла, которые менее 7 центера с гектара молотят. Поэтому вот там, где проявилась почвенная засуха, атмосферная засуха и суховея, сложилась ситуация, где аграрии сегодня испытывают проблему с недобором планового урожая. Но вот эти все факторы, о которых я сказал, говорят о том, что сельхозпроизводители даже в этих условиях сегодня ведут очень высокий темп уборки и, казалось бы, эффективность больше там, где больше хлеб, но наши сельхозпроизводители ведут сегодня с высокими темпами уборки, даже тот низкопродуктивный травостой убирают хлеб и понимают, что сегодня необходимо прежде всего заложить семенной материал, тот потенциал, который необходимо будет использовать в 2021 году. И, как говоришь, тем не менее, государство же обещало помощь пострадавшим районам. Давайте в двух словах тоже. Да, безусловно. Что край, что Россия. В соответствии с введенным режимом ЧС все структуры Алтайского края, муниципального уровня, краевого уровня сработали как единый механизм. Документы были подготовлены своевременно и представлены на экспертизу. В настоящее время экспертизу прошли застрахованные поля, то есть там было разделение застрахованные посевы, не застрахованные посевы. В настоящее время мы имеем уже акт по застрахованным посевам. Практически все акты, которые делали муниципальные комиссии, подтвердилась экспертиза. И мы сегодня ждем, на подписи у министра находится приказ и постановление о выделении прямых субсидий региону. Мы сегодня ждем от федерального центра решения, которое позволило бы нам сегодня говорить о тех размерах государственной поддержке пострадавшим. Экспертиза незастрахованных посевов еще продолжается. То есть в соответствии с регламентом есть срок, еще есть неделя. Министерство сельского хозяйства, мы на постоянном контакте, они нас информируют о том, что пока замечаний к документам по экспертизе у экспертов нет. По количеству зерна мы понимаем, что все в порядке в этом году с урожаем, несмотря на погодные условия. Я правильно все поняла? По количеству, ну 2 миллиона намолотили, 4 миллиона. Я полагаю, что тот расчет, который сделали муниципальные комиссии по видовой урожайности, он будет сбываться. Мы в некоторой степени от первоначального прогноза поднимаем планку, потому что в начале мы прогнозировали худший вариант, там где мы не знали, что как складываться будет налив. Я еще раз говорю, я уже об этом повторюсь сейчас, что налив сложился в достаточно хороших условиях прошел, зерно получается более качественно, более выполненное, имеем показатели, которые подтверждены лабораторным исследованием Центра оценки качества зерна. Мы видим, что в некоторой степени все предпосылки, то, что мы запланировали 3 миллиона 400, возможно, сделаем, в целом по краю, это хороший показатель. При том, что сельхостропроизводители Алтайского края большой крен использования пашни в последние годы, последние 3-4 года уходят, вводят в сторону технических, масличных культур. Поэтому не хлебом единым Алтайский каравай наполняется. Мы сегодня понимаем, что... Гречка будет. И как говорится, гречка будет. Успокойте наших телезрителей. В текущем году Алтайский край засеял 55% общего российского объема гречневых плантаций, гречневой структуры. Мы имеем сегодня площади под гречихой 486 тысяч гектар. Это 55%. Мы полагаем, что эксперты, наши эксперты, которые просчитывают видовую урожайность, полагают, что мы получим в районе валового сбора 460 тысяч тонн. По всем потребностям переработки, в том числе потребности в самой крупе, как продукта, который больше всего используется, да, я думаю, будет покрыт, в том числе, с учетом и алтайского гречневого поля. Ну, слава богу, гречневого поля. Замечательно, да. Спасибо большое вам. Спасибо большое. Мы продолжим разговор буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. Здравствуйте. Вы смотрите Катун Лайв в студии Владимир Токмаков. И я, Тата Геворгян. Говорим о уборке урожая. Как она проходит в Алтайском крае и как на нее повлияла погода. Вы можете позвонить в нашу студию и задать свои вопросы. Телефон прямого эфира 5500. В нашей студии Анатолий Николаевич Иванов, глава крестьянского хозяйства. Здравствуйте, Анатолий Николаевич. Здравствуйте. Вы из какого района? Во-первых, представьтесь. Расскажите. Я глава крестьянского хозяйства. Из Косихинского района. Как в Косихии проходит уборка? У соседей как? Что там? Расскажите. Ну, Косиху не так затронула засуха, как затронула весь Алтайский край. Уборка идет хорошо в Косихинском районе. Я еще исполняю обязанности председателя района Совета депутатов. И отслеживаю полностью весь ход уборочных работ. И каждый день мне присылают сводку. И смотрю, как урожай в Косихии. 21 центнер с гектара по району идет на сегодняшний день. Анатолий Николаевич, а что там у вас там? А зимы? Ну, вот если взять мое хозяйство, если взять мое хозяйство, что я зимы убрал и с хорошей урожайностью. У меня 48,3. Хорошая показатель. Средняя площадь 1400 гектар. Вот 48 утра сейчас. Давайте послушаем. Прервемся ненадолго. Здравствуйте. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Задавайте вопрос. Татя Деворгян и Владимир, здравствуйте. Меня зовут Игорь. У меня такой вопрос. А как представитель вашего района хранит зерно? Спасибо большое, Игорь. Сейчас ответим на ваш вопрос. Вот интересно, как и где хранить зерно? Видимо, где? После того, как вы убираете урожай, куда вы его сдаёте, оставляете, продаёте? У меня хозяйство уже 28 лет. 28-я уборочная была. Я за это время построил где-то 8 складов. 8 складов. Мне хватает в пределах 10 тысяч тонн я могу хранить у себя. То, что мне не вошло в склады, я продал на лезерный продукт. И потребность пшеницы в крае хорошая. Так что покупателей много. Но под открытым небом зерна нет. Но не обижаются ценой? Нет, в этом году цена очень хорошая. Может быть, это и связано с тем, что засуха нет? Как вы так прогнозируете? С чего бы это? У нас всегда же, когда урожай низкий, цены короткие. Цены радуют. Цены радуют. На все культуры абсолютно. Потому что моё хозяйство занимается не только зимой пшеницей, яровую, рапс, лён мы сеем, гречих убираем. Предложения хорошие идут. На сегодня закупочные цены предлагают нам переработчики. Так что я думаю, кто с урожаем, тот и будет с деньгами. Вот в сравнении с прошлым годом, как в этом году урожай? Ну, урожай маленько пониже, чем в прошлом году. Всё-таки пониже. По моему хозяйству, да. В прошлом году я по кругу взял азиму 51 сантиметр гектара. Яровая у меня была 32. В этом году маленько пониже. Тоня Ковченко, ну а с техникой-то как? Техника? Отечественная у вас или джунгиры? Благодаря программам Россельхозбанка, я могу отметить, что Россельхозбанк очень хорошо работает в этом году. И в прошлом году хорошо работал. Снизились ставки кредитования. В прошлом году я взял под 5%, в этом году под 2,3%. И мне закуплено новых два трактора, кейс очень сильных таких. Комбайны я купил новые, Россельмашевские, РСМ-161. Строю элеваторных на хранение, силостные элеваторы. Построил мехток, складское помещение, мастерскую строю. Это благодаря Россельхозбанку. Анатолий, много у вас в хозяйстве работает? Ну, в пределах 40 человек. 40 человек, да, трудоустроили там все. Я предлагаю посмотреть, как обстоят дела, например, в Локтевском районе. Да, у нас есть небольшой фрагмент, который нам прислали сегодня буквально наши коллеги. Давайте посмотрим на экраны, как проходит сбор урожая в Локтевском районе. Современные сорта, я вам скажу. Технологии, сроки села, подкормки. Не дали опуститься так планки урожайности. Да, хозяйство потеряло около 30% урожая запланированного. Минимум около 30%. Но, несмотря на это, мы оптимистически настроены. Мы, как никогда, почему-то готовились в этом году. Готовились к посевной. Знали, что 2,5 месяца нет осадков, значит, они выльются в уборку. Так и произошло. Только подошли именно посевы к уборке, к созреванию, пошли дожди. Мы непрерывно только работаем двое суток. А так по полдня, по 5-7 часов работали, убирали столько, сколько справляется сушилка. Мощная сушилка, которая сушит 100 тонн в час, не успевала работать с нами в ногу. Но мы не останавливались, так как понимаем, что каждый день дает нам просроченные уборки, дает нам потери. Соответственно, несмотря на сюрпризы, мы оптимистически настроены. У нас очень подготовлен машино-тракторный парк, комбайновые, автомобили. Ни минуты не стоим, везде есть подстраховка. И нам сегодня нужно 4, максимум 5 дней рабочих, и мы уборку зерновых закончим. Анатолий Николаевич, а вы как планируете, когда закончить уборку? Мне не хватило полтора дня. Я бы вот сегодня дождик, я ехал к вам, и дождь идет, и комбайны стали. Я бы завтра, по сути дела, закончил уборку. В среднем вообще сколько дней требуется на уборку урожая? При хорошей погоде, у меня оснащенный комбайновый парк. Ну, дело в том, что мы сеем культуры разные, и разница происходит, чтобы нам уборку растянуть. Ну, по сути дела, мы где-то убираем, начиная... В этом году мы рано начали убирать, мы где-то уже в августе молотить начали в первых числах. Ну вот, месяц мы молотим. Помогаете соседям, или, может быть, вам помогают тоже с комбайнами? На сегодняшний день все мои соседи имеют очень хороший комбайновый парк. Да, теперь уже вот так. Да, это было в 90-е годы. Да, я помню, что перегоняли комбайны с поля на поле. На сегодняшний день все управляют сами. Антон Николаевич, ну а вот многие же, немножко мы отступим от темы уборки, многие пытаются развивать их животноводство. Ну, вроде как свое же зерно, тут же там, не знаю, поросята, коровки и прочее, прочее. Выгодно это, невыгодно? Вот вы не пробовали заниматься? На сегодняшний день животноводством развиваться надо, это выгодно. Ну, проблема, по нашей деревне проблема, мы рядом с городом находимся, нет кадров. А кадр решает все. Ну да, конечно. Дело в том, что вот мне приходится часто сталкиваться с населением, и у нас не стали население держать. Ну, что такое? Я когда работал в главном горновом хозяйстве, у нас три было табуна в деревне. Да, всегда было много всех. На сегодняшний день, ну, там 30 коров, в соседней деревне 25 коров. Все говорят, вроде как невыгодно держать, ну как невыгодно, это молочко, это сметана. Ну, меняется психология, к сожалению, да, психология людей. Да, психология, да, сейчас можно все купить. Да, Анатолий Николаевич, звоночек, да. У нас есть звонок в студию, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и откуда вы? Здравствуйте. Вы в эфире, задавайте вопросы. Сколько они в этом году намолотили хлеба? Почти 2 миллиона тонн. По краю. По краю. Или вы у Анатолия Николаевича спрашиваете? Сколько намолотили хлеба они, всего? Около 2 миллиона тонн, ну, 2 миллиона тонн, можно сказать. 2 миллиона 375 тысяч тонн. Пожалуйста. Ну, то есть... Такой, уточняющий вопрос. Привязательно 4, каждый год около 4, да, 4 миллиона тонн. То есть, можно сказать, что половина уже сейчас таким образом. Слушай, я предлагаю посмотреть, как обстоят дела в других районах. Давайте еще догоним, пока есть время, да, у нас. Мы сейчас посмотрим, как с засухой боролись, да, наши аграрии. Да, внимание на экран. Палящее солнце, как следствие засуха, не дают расти урожая. И более того, часть семян даже не взошла. Под угрозой и животноводство хорошего корма в этом году не ждут. Большие убытки понесли поля западной части края, Кулундинские и Табунские районы. Более половины посевов здесь не дало урожая вовсе. Из-за раннего сева в этом году, он пришелся на середину мая и высоких температур, растениям не хватило влаги. И хотя снега зимой на полях было много, все выдали суховее. Пшеница сохнет на корню, и даже внезапный дождь сейчас не улучшит ситуацию. Посеяно было 20 мая, запаса влаги было очень мало, поэтому получили вот такие сходы рваные. То есть здесь было закрытие влаги, посеяли, прогербицидили, а вот сходы не получили. Рядом от поля посеяли овес на корма, даже на три дня раньше. Но сходов не получили, буквально до введения режима ЧАЭС мы его перепахали. Аграрии Кулундинского района оказались в безвыходном положении. Поля с невзошедшим овсом перепахали до режима ЧАЭС. Урожай не получили и на компенсацию рассчитывать теперь не могут. Это поле было перепахано до введения режима ЧАЭС. Сейчас готовятся документы на списание. И это поле получается, что нет доказательной базы, что здесь было посеяно ввес. И на сегодняшний день в этом хозяйстве 400 гектаров, которые перепаханы, не попадут под списание. То есть хозяйство недополучит вот эти 400 гектаров. Зашедший урожай не щадит ни солнца, ни вредители. Трипсы, которые поедают колоси пшеницы изнутри. Собрать все уцелевшее, возможно, не удастся. Вот 15-20 сантиметров. Высотой при таком росте зерна мы вообще не возьмем ничего. То есть оно еще останется, что наросло, останется в поле. С подсолнечником ситуация аналогичная. В минувшие годы, говорят фермеры, в июле подсолнечное поле было полностью в цвету. Списывать поля не стали, в надежде собрать хотя бы что-то. Надеемся, хоть что-то мы соберем. Ну, я что-то тоже сомневаюсь, что тут что-то нальется. Мы все надеемся, думаем, дождь пойдет и что-то поправится. Но, по-моему, уже тут сильно ничего не поправится. Она уже вон сформировалась. А что там внутри будет сейчас? Влаги нет. Потери в растеневодстве повлекут за собой последствия в животноводческой отрасли. Аграрии признаются, не доберут корма, снизится валовый объем молока. В данный момент у нас идет сенозаготовка. Мы порядка 30% только планируем набрать на территории района кормов. Уже совместно с сельхозтоваропразделением ищем места, где нам еще закупить корм. Косится сельхозугодие на неблагоприятных площадях. То есть вокруг озер, как бы там осок, чуть ли не камыш, заготавливаем. Фермеры признаются, без помощи местных властей не обойтись. Необходимо оплатить аренду и заработную плату, что при нынешнем урожае будет проблемно. После введения режима чрезвычайной ситуации в край, в районе создана муниципальная комиссия, которая будет заниматься оценкой ущерба сельхозтоваропроизводителей. Мы будем производить расчет прямых потерь, затрат на 1 гектар. Вот в нашем районе в данный момент мы примерно рассчитали, у нас получается около 3000 на 1 гектар. Сельхозтоваропроизводители вложили. Вот. Из этого будет исходя рассчитываться недополученная выгода. Со стороны муниципалитета районы готовят постановление о продлении сроков оплаты за аренду земли. Это единственное, чем они могут помочь. Коротко совет нашим телезрителям, аграриям, которые столкнулись с проблемой засухи, что делать, чтобы это не забежать, как-то выйти из этой ситуации? На сегодняшний день есть хозяйства, которые внедрили новые технологии, тоже технологии наутил. В этих хозяйствах получается, получается, и они получают хороший урожай, даже при такой засухе, как случилось в этом году. Просто надо учиться, учиться, надо внедрять. Не внедрять ни один элемент этой технологии, а внедрять полностью всю технологию. И тогда все-таки Алтайский край будет получать достойный урожай. То есть это не смертельно, все возможно. Нужно готовиться, нужно изучать, нужно смотреть, какие технологии. Большое спасибо вам. Удачи. Закончите уборочное. Спасибо. Что, через несколько минут мы вновь встретимся в этой студии. Не переключайтесь. Здравствуйте. Вы смотрите Катунь Лайв в студии. Владимир Токмаков и я, Тата Геворгян. Тема эфира – уборка. Как она проходит в Алтайском крае и как на нее повлияла погода? Вы можете позвонить в нашу студию и задать свои вопросы. Телефон прямого эфира – 5500. И в нашей студии следующий гость – Владимир Иванович Беляев, член Краевой межведомственной комиссии по реализации на территории Алтайского края мероприятий государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Здравствуйте. Как у вас вообще? Сколько у вас званий, должностей? Владимир Иванович, ну и первый вопрос. Давайте вот в общем охарактеризуем Алтайский край как аграрный регион. У нас же огромный, да? И вот в разных районах там по-разному проходит и уборка, и культура. Безусловно, сегодня Алтайский край – это обширнейшая территория, которая характеризуется разнообразными агроклиматическими условиями. Естественно, эти условия сегодня складываются совершенно по-разному. Хотели бы им или нет, сегодня влияние погодных условий, оно достаточно велико. Хотя сегодня технологии очень существенно развиваются. И то, что сегодня, одни зоны сегодня имеют достаточное количество осадков, а другие, наоборот, попали в засуху – это обычное явление. Хотя, например, с осени прошлого года мы уже эту картину в определенной мере предвидели. Мы ежегодно мониторим хозяйство Алтайского края с точки зрения влагозапасов. И после уборки прошлого года мы имели в степной зоне Алтайского края аномально низкие влагозапасы, которые находились на уровне ниже, будем говорить, на нижнем уровне, на уровне недоступной влаги. В восточной зоне, в отличие от западной нашей территории, запасы влаги были очень хорошие. Весной это трансформировалось совершенно аналогичным образом. Мы увидели, что зима была снежная и как в Востоке, так и в Западе, но, тем не менее, мы не увидели увеличения существенного влагозапасов. И получилось так, что весной этого года мы видели, что на территории восточно-юго-восточной зоны Алтайского края запасы влаги были выше даже многолетних или даже на уровне. А на большей части территории степной зоны Алтайского края они были на уровне порядка 30% ниже многолетних. И вот эта ситуация как раз уже весной заставила нас думать о том, что могут быть проблемы в течение вегетационного периода. И здесь, конечно, большую роль в течение вегетации нам показала и оказала вот эта технологическая составляющая. Поскольку те хозяйства, которые традиционно работают по старым технологиям, у которых технологии не отработаны, и они сегодня в эти технологии не могут или не желают, будем говорить, инвестировать средства, они оказались в очень тяжелой ситуации. В совокупности с теми условиями, аномально, будем говорить, засухи и атмосферной, и почвенной, это, конечно, привело к очень существенной различии в результатах уборочной кампании, которую мы наблюдаем. Прям наглядно, скажем так, да, Владимир Иванович? Вот то, о чем вы говорите в своем Алтайском аграрном университете студентам, втолковывать им в голову, да, вот сейчас вы можете показать, вот одно хозяйство, вот другое. Сегодня можно даже находить рядом два хозяйства, находятся в близких условиях. Одно хозяйство получает 3, 5, 7 центеров с гектара, другое 20, 25 центеров. Это сегодня картина обычная. И, конечно же, сегодня говорить о том, что мы избавились от влияния погоды, не приходится еще. Ее значимость примерно на уровне 50%. Ну а сегодня год был близкий к 2012 году, когда нас тоже поразила вот эта засуха в Алтайском крае. Хотя он был более щадящим. Поэтому мы сегодня наблюдаем такую картину. Ну и, конечно, большую роль играет и техническое, и технологическое перевооружение этих хозяйств. Техника сегодня, многие хозяйства обеспечены совершенной, которая позволяет сегодня в нужные агротехнические сроки выполнять и посевные, и уборочные работы. И кто это делает, тот, конечно, в выигрыше сегодня заведомо остается. И мы это тоже видим на примере разнообразных хозяйств, когда такие разительные различия получаются. Ну а в совокупности с тем, что еще и осадки выпадают сегодня очень неравномерно. Это, конечно, накладывает свой отпечаток на конечный результат. Да, Владимир Иванович, ну и, наверное, почва тоже имеет большое значение. Помните, были эти дискуссии, да, сначала у нас целина была, да, потом говорили об истощении, истощенности почвы. Вот эти суховеи сейчас появились, кошмарные, там, в той же Куланге. То есть здесь тоже ведь проблема. Безусловно. То есть роль механической обработки, она, конечно же, очень существенно значима была. И в историческом плане, когда мы вернемся к освоению земель, мы работали по интенсивным технологиям с использованием машин, которые активно воздействуют на почву. Это были отвальные плуги. Потом мы несколько улучшили картину с помощью применения плоскорезов глубокорыхлителей, то есть так называемая почвозащитная система. И сегодня многие все-таки подумают о переходе на технологию ноутил. Но, как правило, это происходит тогда, когда вот такие условия наступают. И до этого у нас, к счастью, что с 2013 года условия по прошлый год были достаточно благоприятными. Мы фактически, ну, в меньшей степени были подвержены засухе, и результаты получались с хозяйства, даже работающих по обычным технологиям, очень неплохие. Для меня и для тех, кто не понимает, что это за новая технология, которая спасает хозяйство от засухи, пожалуйста, поподробнее, простыми человеческими словами. Вы сказали, там, нерусское слово какое-то там произойдет. Да нет, здесь это слово уже известно давно. Многие передовые страны мира работают по этим технологиям. Сегодня много хозяйств уже работают в Алтайском крае по технологии так называемой ноутил. Но эта технология, к сожалению, не всегда быстро приживается у нас в Алтайском крае. И к тому же вот те условия, которые были, они складывались в некотором степени даже не в пользу технологий этих. А вот когда у нас более засушливые условия наступают, и те хозяйства, которые много лет работают на протяжении многих лет по этим технологиям, отработали эти элементы, включая там сорта, семена, удобрения, средства защиты, норму высева, дозы внесения удобрений и тому подобное. То есть весь комплекс технологической операции, который действительно помогает нам сегодня в меньшей степени подвергаться вот этим внешним негативным факторам. Кстати, в Алтайском крае можно выращивать любые сорта любых культур? Ну, если говорить о том, что у нас территория отширна и по разным условиям, то у нас широкий спектр, широчайший культур возделывается сегодня. Ну, их можно перечислить. Все, наверное, уже об этом говорили, все знают, да, что десятки культур сегодня возделываются. Важно определить, какие виды культур сегодня будут работать эффективно в тех или иных условиях. И самое главное здесь, то, что мы все-таки не можем спрогнозировать вегетационный период. Как будут распределяться осадки и сколько их выпадет. Поэтому приходится ставку делать на разные виды культур, на разные сроки созревания культур, на разные, будем говорить, характеристики, поспевости культур, собственно говоря. И это только позволит страховать себя вот в таких, ну, негативных условиях. Представляете, посадил картошку, вырастет она там, не вырастет эта картошка. Сиди, гадай, сидей. А тут целая технология. Если соблюдать, то все будет в порядке. Мы сегодня не только говорим, но и показываем о том, как проходит уборка в районах края. Поэтому предлагаю посмотреть сюжет, как это происходит в Кэтмановском районе. Давайте. Добавляйте внимание на экран. Зерносовхоз в поселке Октябрьский создали в годы освоения Целины. В 90-е, несмотря на экономические трудности в стране, производство удалось сохранить. Сегодня сельхозпредприятие Кэтмановское бурно развивается. Более 40 лет механизатором здесь трудится Николай Шмидт. Работа на полях нелегкая, но для Николая Гербертовича это дело жизни. У нас хозяйство всегда было неплохое, я считаю. Даже в 90-е годы, когда у нас всегда зарплату платили, жить можно было. Ну а сейчас, я считаю, что хозяйство здорово поднялось за последний ход 10 лет. В хозяйстве более 700 голов дойного стада развивается производство меда и другой пчелопродукции. Но основной доход по-прежнему приносит растениеводство. Чтобы обработать 15 тысяч гектаров пашни, необходима современная техника. За несколько лет в перевооружение вложили около 190 миллионов рублей. Важный этап – модернизация зерносушилки. Мощность ее увеличили до 65 тонн в час. Предприятие одно из лучших в районе. Пшеницы, овес, ячмень, горох выращиваем. Также выращиваем большое количество возимых и большое количество технических культур. Это соя, рапс, нынче для анализа кориандра. В модернизацию сушилки вложили приблизительно где-то миллионов 10 было вложено. Она была увеличена в два раза производительность ее. В этом году из-за теплой погоды сроки полевых работ сдвинулись на две недели раньше обычного. Уборку начали еще в июле. Сейчас эти работы почти завершили и уже приступили к посеву озимых. Средняя урожайность зерновых получается 31,8 центеров с гектара. На данный момент мы сейчас обмолачиваем рапсы и сои, технические культуры. В хозяйстве Кытмановской отрудятся 220 человек. Среди них немало ветеранов отрасли. Механизаторы, водители грузовиков, агрономы, животноводы. Многие отдали работе в сельхозпроизводстве десятки лет. Механизатору Сергею Каравайцеву президент страны Владимир Путин присвоил звание заслуженного работника сельского хозяйства. В разгар уборочной Сергей почти круглые сутки в полях. Валовый урожай по всем культурам в хозяйстве Кытмановская ожидают на уровне 260 тысяч центнеров. Этого должно хватить, чтобы получить хорошую прибыль, а значит обеспечить занятость и стабильную зарплату сотрудникам и вложить средства в дальнейшее развитие, чтобы уже зимой начать подготовку к предстоящему сельскохозяйственному сезону. Владимир Иванович, ну а вот в перспективе, вот мы говорим, что да, в этом году засуха, да, влаги мало, но с другой стороны, вот как сделать так, чтобы в почве-то она была, оставалась, что на следующий год? Это же тоже очень важно. Безусловно, влагозарядка предшествующего года оказывает очень существенное влияние на урожай последующего года. И мы, когда многолетние исследования проводим, например, в ООВе Целенного района, то там фактически очень тесная линейная связь между влагозапасами осени, конца осени и урожайностью следующего года. Это позволяет в определенной мере прогнозировать и уровень интенсификации технологий, применения тех или иных удобрений, набора культур и так далее. Вот. Сегодня, к сожалению, ситуация складывается так, что запасы влаги в почве низкие, очень низкие. Если в прошлом году они были только низкие в степи Алтайского края, то в этом году по всему Алтайскому краю мы выбрали влагу. И вот урожай этих наших восточных регионов, он как раз во многом обязан этому. Они использовали эту влагу в этом году, и у них сегодня значительно выше урожайность. А дальше сегодня мы видим, что, смотрите, пошли дожди, да, сегодня? С одной стороны, они нам желанные сегодня для того, чтобы наполнить почву влагой, да, а с другой стороны, они сегодня тормозят уборку. Мы сегодня убрали почти 50%, и если сегодня осадки пойдут так регулярно, и все, уборка может затянуться, и, конечно, мы будем нести потери в этом случае. Можно сказать о качестве зерна, что оно будет уже совершенно другим местом? Ну, естественно, качество зерна будет ухудшаться. Это было в прошлом году, мы видели, помните, конца вегетации осадки на время уборки, когда они пошли. И, естественно, качество начало ухудшаться. На сегодня, пока мы уже видели и говорили, наверное, об этом, что качество хорошее, да, оно удовлетворяет наших производителей, и все. Поэтому нам остается надеяться, что в октябре месяце пройдут осадки, за зимний период какой-то пройдет количество осадков, и эти осадки успешно будут удержаны в почве. Что тоже очень немаловажно, поскольку сегодня водоудерживающие характеристики почвы все-таки восточной зоны, они намного выше, чем в западной зоне. Там, к сожалению, почва преобладает песчанистой фракцией, она плохо удерживает вот эти осадки зимние. Поэтому там всегда запасы влаги практически ниже, чем восточной зоне. За редким исключением, когда процесс неготаяния определенным образом складывается. Владимир Владимирович, ну а это вы как специалист, как человек, всю жизнь этим занимающийся. Вот скажите, ну вот достаточно у нас сеются, там, не знаю, гречихи, масличных культур и так далее и тому подобное? Потому что, может быть, на этом тоже можно зарабатывать, может, бояться, подстраховываться в какие-то сложные какие-то сорта? Здесь надо что говорить. Мы сегодня на всех агрономических конференциях, которые проводим ежегодно, об этом всегда говорим. И есть единая стратегия, которая указывает на то, что есть наборы культур, которые, собственно говоря, наиболее эффективно могут работать в тех или иных зонах. Если в западных условиях это тот же подсолнечник, допустим, маржинальная культура, которая позволяет выжить в тяжелые годы будем, то в восточной может быть в большей степени такие влаголюбивые культуры, как соя, рапс, допустим, гречиха. Это тоже сегодня есть. Но сегодня хозяйство сами решает, какие им культуры возделать. Если в этом году, например, ряду хозяйств, я говорил в западной зоне, запасов влаги мало в почве, очень мало. Сеять влаголюбивые культуры – большой риск сегодня. Но они вроде бы маржинальные. Многие не считали, с этим шли на это. В результате нет ни урожая, ни экономики. Поэтому вот с этим надо быть осторожным, и перегибы здесь недопустимы. И слушать, я так думаю, что ученых обязательно, потому что вы все-таки плохого не последовательно. Прислушиваться, по крайней мере, к нашему мнению. Владимир Владимирович, большое спасибо вам за беседу. Удачи, но будем надеяться, что все-таки урожай будет хороший, да, в пределах 4 миллионов все-таки тонн. Ну, надеяться будем, что будет около этого. Ну, что остается сказать. Урожай – это не только зерно, да, не только зерновые культуры. Это наши сады, это яблоки, груши, виноград. Все, что поспело уже, что пора собирать. Поэтому в следующем блоке нашей программы поговорим именно об этом. Не переключайтесь. Здравствуйте, это Катун Лайф. В студии по-прежнему Владимир Токмаков. И я, Тата Геворгян. Тема эфира – уборка. Как она проходит в Алтайском крае и как на нее повлияла погода? Вы можете позвонить в нашу студию, задать вопросы или поделиться своими историями. Телефон прямого эфира – 5.5.0. О зерновых культурах мы уже поговорили. А что с садовыми культурами? Вот именно. Об этом подробнее нам расскажет наш следующий гость. Александр Александрович Канарский, руководитель отдела научно-исследовательского института садоводства Сибири имени Лисовенко. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр Александрович. Александр Александрович, скажите, каков урожай на сегодня в институте? Ну, в этом году была достаточно мягкая зима, теплая весна, активно летали пчелы, все хорошо опылилось. Все, вам повезло, с таким счастьем. Казалось бы, но потом засуха все-таки сказалась. По большинству культуры отмечилось достаточно снижение урожайности процентов на 20-30. В первую очередь это сказалось на массе ягодей. Это и по жимолости, и по смородине, и по яблокам. Ну, и, наверное, основной засуха сказалась на основной маржинальной культуре всего садоводства Сибири – это облепихи, потому что произошло достаточно серьезное снижение. Плюс еще сказались все-таки ковидные условия, потому что культура убирается в основном вручную, и большинство хозяйств прошло достаточно небольшое количество сборщиков. И у нас на полях это количество сборщиков примерно ежедневно стабильное и небольшое. Хотелось бы больше, но, к сожалению, народ не так активно идет на сбор, и это отмечается по всем хозяйствам. И сбор будет значительно ниже в этом году относительно прошлого года, потому что будет недобор. Значит, облепиха-то будет подороже, да, видимо, на рынке стоит, видимо? Ну, как понятно, если меньше, соответственно. Вопрос о том, что все-таки основные культурные сады находятся в полях, а основная масса дикой облепихи, она все-таки возле рек находится. И сбор ее тоже никто не отменял, поэтому будет и дикая облепиха, потому что в большинстве случаев, это в магазинах, рядовой потребитель, в основном-то она – это дикая облепиха. Культурная облепиха очень редко увидит в супермаркетах все, потому что она идет в основном в переработку. В крупные центры, которые занимаются это и Томска, и Новосибирска, и Артайского края. Нет, это и пищевая в основном, это соки, и жема, и сам основной – это облепиховое масло, в чем перерабатывается. – То есть у нас с вами это не коснется, конечно, потому что уедет все это в организацию, а мы можем и урек пособирать, облепих узнаете. Скажите, а вот были такие истории, мелькали обычно и даже на наших страницах в социальных сетях на Катоне24, что яблоня зацвела второй раз, или груша зацвела второй раз. Вот были такие случаи конкретно у вас? Единичные случаи были, но сказать, что массового цветения, оно-то еще не наблюдается. Понятное дело, что в этом году по той же яблонне очень хороший урожай. Даже в большинстве случаев заплодоносили вот эти европейские сорта сланцевые, и даже неплохой урожай они позволяют. Но это, в принципе, нетипичная погода для Сибири, чтобы такая мягкая зима была, такое засушливое теплое лето без осадков. Поэтому, в принципе, по некоторым даже районам люди отмечают хорошее плодоношение тех нетипичной культуры, как абрикос, который дал неплохой урожай в этом году в Сибири. – А скажите, продолжается работа над новыми сортами? – Конечно. Это основная работа института, это и творческая работа, и основная деятельность предприятия – это создание сортов, разработка технологий возделывания. Это ежегодно создание и плодово-ягодных, и цветочных декоративных культур. Потому что селекция садоводства – это не только плоды и ягоды, но это и красивые цветники, ирисы, флоксы, которые активно создаются, новые сорта, и которые мы с радостью преподносим населению города и в периоды продаж. – А вот я просто закончу сразу. А пшеницей вы не занимаетесь? – Нет, все-таки профиль – это садоводство. – Эх, жалко. Мы сейчас только что разговаривали, что есть такая потребность в новых сорта. – Но сегодня все-таки структура нашего федерального центра – это и зерновые культуры, это наш научно-исследовательский институт сельского хозяйства, это отдел научно-садоводства, и мы, в принципе, плотно работаем по различным направлениям. И сегодня одни из направлений, например, создание йогурта в каких-то направлениях, поэтому работа сегодня не останавливается только в масштабах садоводства. Поэтому сегодня федеральный наш центр занимается большим количеством спектром культур, и он охватывает все сельское хозяйство нашего края. – Я предлагаю, наконец-то, посмотреть небольшой материал, который снял наш коллега Дмитрий Дроздов. Он побывал сегодня у вас в гостях, поэтому давайте посмотрим. В этом году яблони и иронетки поспели на месяц раньше. Это связано с ранней весной. В школе садоводов выращивают яблони и готовят их к посадке в саду. Всего здесь 800 видов яблок и иронеток. Таких пробных деревьев больше нет нигде. Разножат их прививкой или с помощью селекции. Это корни собственные деревья. Главная задача – увидеть, насколько они хороши при посадке. Если яблони пережились, то их количество увеличивают. Если обычно у нас яблони цветет в третьей декаде мая, то есть где-то с числа 18-20 числа, в этом году яблони цвета на 9 мая. В школе садоводов есть два участка с яблонями. Научные, куда нельзя просто прийти погулять и сорвать яблоки. Потому что есть пробные сорта, которые нельзя есть. Да и на вкус они как цветок алоэ. И производственный участок. Здесь разрешен открытый сбор яблок. Из всех гиберидов можно делать сок, варенье и даже вино. Меня интересует второй производственный участок, в который можно прийти и собрать яблок. Действительно ли может любой желающий приехать и собрать? И собрать себе. То, что в принципе, когда заканчивают научные сотрудники свои основные исследования, учеты, мы открываем для населения и сбор на селекционных участках, где можно увидеть те сорта, ну сейчас это гибриды, которые перспективно станут сортами и население их сможет. Но это через десятилетия. Потому что на создание одного сорта уходит достаточно много период времени. Ну а пока после эфира мы с вами с рюкзачком идем на производственный участок собирать яблоки. А вы там же делаете, можно, допустим, там же сок выжать, чтобы можно было? Есть у вас такие? Нет, мы сейчас этим не занимаемся, но рядом, где выжать сок, то есть это не проблема. Сегодня, в принципе, те, кто собирает, ну и в домашних условиях, сегодня столько выжималки, они в большом количестве, да, в продаже. И есть и дешевые, есть и дорогие, поэтому... А куда вот такое количество урожая все-таки потом уходит? Куда-то вот вы сами собираете, отправляете, например, на какое-то производство соков? В Алтайском крае реализуете? К сожалению, на территории Алтайского края, да можно сказать и в Сибири, нет крупных предприятий, занимающихся производством именно натуральных яблочных соков, которые бы выращивались у нас именно на территории сибирского региона. Все-таки основная промышленная культура – это облепиха, которая идет в промышленное производство и промышленную переработку. Поэтому по яблокам, ну мы все-таки мечтаем, что, как и в советский период, будут те промышленные плантации, которые будут именно собираться для сокового направления. Хотя на сегодняшний день мы можем предложить не только для сокового, но и десертные сорта, которые прекрасно будут лежать там до декабря, там, февраля месяца и радовать тех, кто их будет выращивать. А на кармах животным куда-то сдаете? Нет. Или вот любой желающий, кто хочет, может прийти, сам собрать, сам унести? Вы только выращиваете и следите за этим. Да, сегодня мы занимаемся все-таки основным промышленным сбором – это облепихи. Мы его собираем, население мы также приглашаем для сбора, платим 20 рублей за 1 килограмм собранными ими плодами, и потом мы их сдаем в крупное предприятие по переработке облепихи. А кроме яблок что-то еще можно собрать там? Сливы, абрикосы. Ну, уже практически они отошли, то есть сейчас вот идет основной сбор – это яблоня и облепиха. Ну, далее, если желающие появляются, то есть это сейчас еще осенью – это черноплодная рябина и калина еще есть возможность попробовать. Виноград как в Алтайском крае вообще? Ну, в этом году урожай винограда, конечно, радует всех, и садоводов любителей. Это вот из-за солнца, да? Да, очень теплый такой период, созрели такие даже теплолюбивые какие-то европейские сорта, то есть люди, я думаю, в соцсетях, везде мы видим, изобилуют фотографии с крупными плодами. Да, действительно, в этом году такой урожайный год, который позволил получать людям прекрасное урожай. Такое вино будет, видимо. Ну, если соберем виноград, то мы сможем. Такого количества вина произвести, чтобы обеспечить население, то можно только плодовая ягода. У нас даже есть звонок в студию, давайте послушаем. Здравствуйте, скажите, как вас зовут, откуда вы, и буквально коротко ваш вопрос. Я Анатолий из Барнаула. Хочу узнать, а комбайн для уборки обрепихии, он сейчас работает? И вообще существует или нет? Потому что мы, да, говорим, что вот вручную, ну, очень тяжело эти убирать, собирать ее вручную, не у всех терпения хватает. Я знаю, что вот эти вот грабли, они давят, и, по-моему, запрещены, да, то есть вот эта уборка, они срывают, которые все. Вообще, как уборка происходит? Действительно, комбайн есть ли? У нас все-таки, ну, это практически все хозяйства собирают, конечно, вручную. Работы по механизированной уборке идут, это разрабатывается и технологии формировки, и поиск сортов, пригодных для комбайновой уборки. Но, по крайней мере, на сегодняшний день говорить о внедрении комбайновой уборки в промышленных объемах, пока мы еще не можем рекомендовать. Есть у нас поиск, это и способом срезки уборка урожая, но это пока в перспективе, пока на сегодняшний день все-таки уборка – это вручную. Вот тут прекрасная такая ягода, да, но вот есть проблема, да? Ну, прекрасных ягод их значительно больше, потому что облепиха – это, конечно, уже в течение десятилетий, нескольких десятилетий, это основная промышленная культура. Но мы работаем в направлении того, чтобы продвигать и другие культуры. Сегодня в крае достаточно активно и фермеры интересуются культурой жимолости, очень ранняя культура, которая плодоносит в июне. Также мы рекомендуем не забывать о смородине черной, которая плодоносит в июле, то есть которая разгружает тот период времени на сбор. А то все хозяйства у нас в августе начинают, и все облепиха. Поэтому нужно заниматься многими культурами, мы можем предложить очень неплохие сорта, которые, ну, по крайней мере, пожимолости и смородины, которые пригодны для комбайновой уборки. И для нашего региона. Да, по крайней мере, те комбайны, которые сегодня есть, к сожалению, они все иностранные, в большинстве своем. И лучше собирать вручную все-таки, наверное, это и безопаснее. Ну, если у вас там пару гектаров – это да. А если у нас хозяйство, которое по той же облепихе имеет по 600-800 гектаров, то там уже возникает вопрос, что как их убирать. Ну, будем надеяться, да, будем надеяться, что все будет хорошо. Спасибо большое. Впереди на Катунь-24 новости с субтитрами, а дальше продолжим. Оставайтесь с нами. Здравствуйте, это Катунь Лайф и в студии по-прежнему Владимир Токмаков и я, Тата Геворген. Тема эфира «Уборка», она бывает разной. Как она проходит в Алтайском крае, не только в Алтайском крае в хозяйствах, но и в садоводствах. У нас как раз сейчас замечательные гости, насколько я знаю. Да, мы узнали, как она проходит в районах, как она проходит в целом в крае, как она проходит в садоводствах. И, наконец-то, мы дошли до огородов. Сегодня у нас в гостях Юрий Бакулин, садовод и блогер, и его супруга Ирина Бакулина, тоже садовод. Здравствуйте. Здравствуйте. К нам приехали издалека, мы вас благодарим за то, что вы приехали и не с пустыми руками. Да, я просто не могу оторваться, извините, что не на вас смотрю, а вот на это хозяйство, на это добро, которое вы привезли с собой. Рассказывайте, как у вас с урожаем в этом году? Ну, это все у вас, с вашего огорода, я так понимаю, да? Мы все не смогли привезти. Это маленькая частичка, которую мы собрали утром. Образцы. Ну, в целом, Ирина, как у вас в этом году с урожаем? Урожай очень хороший, а в связи с большими днями, с солнечными, он еще лучше. Виноград поспел и набрался сладостей, арбузы, дыни. Арбузы и дыни у вас есть? Конечно. Мы сейчас проверим, на сладости нам. Просто невероятно. А они каких-то особых сортов? И вот как вообще, то есть их сложно выращивать? Нет, просто вот арбузы, дыни прям заинтересовало меня. Вот знаете, как в садоводствах самый популярный сорт – это дала соседка. У меня так пакетчики и подписаны. Арбузы от Марины, помидоры от Тани, или там арбуз от Вити Сварчика с соседней улицы. То есть ты попробуешь, берешь эти семена, естественно, если это не F1. Это что такое? F1 – это особые гибридные… Их сложно выращивать, да? Их несложно выращивать, но от них нельзя взять семена. А вот что. Можно семена взять только один раз. Все понятно. И оставить их, допустим, на три года и их садить. Ну, вы скажите, они вызревают, вот арбузы, дыни у нас. Я понимаю, что на юге где-нибудь в Кулунде они вызревают, а здесь-то Барнаубийск выращивают. У нас разный был опыт. Вот однажды лето было очень дождливое, и мы подкладывали под них деревяшечки, все, что не делали, у нас не получилось. А в этом году лето жаркое. Солнца много. Да, солнца много. Ну, а виноград каждый год убираете? Вот Юра виноградочным занимается. Допустим, три года тому назад у меня весь виноград погиб. Вот так вот. Напала какая-то зараза. Я забыл, как называется она. Ну, типа тетля, да? Или что это? Тетля, мельдони или мельги, я точно не могу сказать, не знаю. И весь виноград пропал. И мне пришлось, хотя я и покупал специальные препараты, обрабатывал, ничего не помогло. И пришлось два виноградника полностью выкопал, сжег, изделье потом вырабатывал. Гарантии нет. Не так просто все, оказывается. Нет, нет, нет. Бывает. Гарантии нет. Это только кабачки могут, и можно рассчитывать на что они каждый год. Кабачки у всех есть. Да, я все поперла. Должны же быть какие-то все-таки лайфхаки. Ирина, расскажите, дайте совет нашим телезрителям, как вырастить богатый урожай. Ну, вот баклажаны, это же потрясающе у вас. Это не похоже на баклажан. Я хочу тоже показать, я сегодня буду вот так вот. Вот, кстати, оба баклажана с одного куста. С одного куста? Да, с одного. Ну, такие я еще видел, да. А это другой сорт. А это другой сорт. Это все разные сорта просто, чтобы вырастить. Вот это один, вот это вот другой. Марципан сорт называется. Наверное, все это нужно любить, да. Как это вырастить? Чтобы это вырастить, нужно все верить, чем любить. Это, наверное, надо пойти на пенсию, чтобы появишь свободное время. Ну, вот я могу сказать по собственному опыту, да, у меня мама живет в деревне, и у нее вот таких огромных помидоров нет. Это тоже сорт определенный какой-то, или что это? Или тоже, потому что лето было солнечно и выстрело. Сорт много значений. Что это за сорт? Вот это бычий лоб. То, что у вас в руках. Вот и пудовик. Вот этот пудовик. Это бычий лоб. Вот это в левой руке. Пудовик. Бычий лоб. Бычий лоб. А бычий сердце, они ранние сорта, они уже сейчас мелковатые. Можно я расскажу про вот это? Конечно. Вот, казалось, вы держите его, и многие скажут, ну, зачем такой некрасивый по форме. А мне нравится делать вот так срез и жарить их. И они как острова получаются такие. Точно. И на тарелке это прямо. Да, да. И тут замечательные бутерброды просто. Да, да. Мировая закусочка получается. Да, да, да. Мировая. Вот вы мне давали несколько советиков, как поливать, например, вот была засуха. Вас вообще это как-то коснулось или все в порядке? Вот это было жарко, вроде солнечно, но а если много солнца, мало влаги? А у нас с садоводством с водой очень хорошо. Таких проблем нет, да. Воду постоянно, да. И мы постоянно поливали. Опять же тоже не лениться, нужно каждый день, видимо. Так это ясно. После полива обязательно порыхлить. Порыхлить обязательно. Порыхли. 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 Скажите. Вы давали несколько советов, как правильно поливать помидоры, пока не началось. Да, да, да. Да мы на перегонке. Я бы не сказала, что вот мой метод, он какой-то правильный. Я просто бы хотела призвать всех женщин. Общепринятое мнение, что нужно поливать помидоры теплой водой. Я говорю, нет, можно поливать холодной. Прямо из шланга, под корень. И на урожайности это абсолютно не сказывается. Девочки, берегите здоровье. Не носите тяжелые леки, а лучше потратите это время на рыхление помидорок. Это важнее, да, рыхление, рыхление, еще раз рыхление. Это важнее, чем лейками таскать воду. Каждая больше кислорода поступает, да. Ну и лучше растет. Не только влага, но и кислород необходим, да. Да, необходим. Это груши у вас же, да, груши. Это груши. Я чувствую, они мягкие, да, потому что обычно же твердые такие. Нельзя. Ну, то есть они мягкие и сладкие, да, я вам верю. Потому что обычно они такие твердые и подавучие, да, то есть, а вот здесь я даже на ощупь вижу другой. Ну, они немножечко вяжут вот так во рту, но другие качества, это сладость, сочность, осознание, что они выросли на твоем дереве. Вот эта вязкость, она... Скажите, а это, и это, и это тоже чеснок, да? Это разные сатаны. Ну, чеснок, да? Вот такой я не видел. Нет, вот это чеснок. А это что? И вот садят в зиму. Так, а это что? А вот это чеснок с луком, ракамболь называется. Да вы что? Вот как выглядит ракамболь. Вот, смотрите, это один зубочек. Ничего себе. А по вкусу он что, больше лук? Лук с чесноком. Мелкими дольками. Слушайте, я хочу... Хорошо, Забекаль. Я хочу сказать вот что, у нас ведь не только садоводы вы на самом деле в гостях, это еще и блогеры. У Юрия в Инстаграме подписчиков больше, чем у нас с вами вместе. Завтра 41 с лишним тысяча подписчиков. Знаете почему? Посмотрите видео на экране, сейчас вам покажут. А кто вас возит? Леша, это наш пресняк. Просил мне не показывать лицо. Сколько у вас? Нет, мы выбрасывали. Шесть. На шести сотках все это делали, да? Да. Не-не-не-не, Юра. Это картошка. Я бы не сказал, Лукина. А, это картошка, да, я понял. 15 вёдец. А больше не надо, наверное, да? То есть там больше шести. Да не знаю, нам хватает. Хватает, да? У нас проложайка из зелёная с шезлонгом. И бассейн стоит. Я уже на малинку перешла. Я да, чувствую. Как вам удалось столько подписчиков набрать? Хотя контент, надо сказать, что... Понятно, да. Скажите, как так получилось, что вы набрали огромное количество подписчиков? И что вы всем нашим телезрителям и вашим подписчикам сегодня пожелаете? Да, по-моему, здесь никакого секрета нет. Я вообще в соцсетях раньше не был. А потом после этой жены завёл страницу в Инстаграм. И пошло. Пошло и поехало. Ну, как пошло. И кто-то в шутку взял в Твиттере и написал, выложил скриншот моей страницы и написал, я нашёл самого счастливого россиянина. Глядя на ваш урожай, я могу согласиться с этим человеком. Самый счастливый. Ирина, Юрий, большое спасибо вам. Удачи, до новых встреч. Спасибо. Спасибо. Это была программа Катунь Лайф. С вами были Владимир Токмаков. И я, Тата Геворгян. Увидимся в эфире.